Такие же фарисеи есть и сейчас, и они явно подстрекают нас, пытаясь внушить, что Евангелие – это всего лишь жестокая сказка, и пытаются свести к минимуму пользу жертвы Христа. Поэтому мы и видим массу негатива, идущего на Иисуса и Евангелие. Кто-то лукаво успокаивает нашу совесть и говорит, что пример Иисусом идеального поведения недостижим для обычного человека, указывая на божественность Иисуса и как следствие Его преимущества перед остальными людьми. Но если бы мы вникли в суть Его учения, то поняли бы, что подражать Иисусу легко, и главное, это приводит к ощущению счастья еще и при жизни. И все заповеди Его вмещаются в нескольких словах. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. И по поводу божественности Христа Сам Иисус говорил, впрочем, как и пророки, предшествующие Ему, что каждый человек есть Бог. Каждый создан по подобию Его. Не то, что Бог выглядит как человек, а то, что человек – существо духовно и также наделен способностью творить и любить. Наверное, многие знают слова пророка. И вдохнул Бог в человека дух свой. Об этом смотрите ролик 162. Да, по утверждению Иисуса, каждый человек – Бог, то есть высшее существо, даже выше ангелов. Ангелы, которые не имеют свободной воли и не подвержены соблазну греха. А у Иисуса соблазнов было больше, чем у других людей, так как Он имел возможность творить чудеса, и за ним ходили толпы народа, жаждущие провозгласить Его царем и завоевать с Его помощью весь мир. И когда толпа не иствовала, требуя Его провозгласить себя царем, Он покидал народ и уходил молиться. Возвращаясь к вопросу деятельности сообщества единомышленников в поддержку учения Христа, скажу его цели. Это противостояние нападкам атеистов на веру. Но главная задача – это проповедование Евангелия и охват учением Христа максимально большего количества людей. Название сообщества предлагаю присвоить такое. Вы сейчас видите его на своих экранах. Спорохристе.рф Это же название нашего основного будущего сайта. Именно под названием такого сообщества предлагаю вам вступить и популяризировать его среди пользователей интернета всеми возможными для нас способами – в рамках заповедей и уголовного кодекса. В таком сообществе я с удовольствием бы выкладывал очередной видеоответ атеистическому выпаду. Выкладывал в наше внутреннее сообщество, где он бы прошел предварительную проверку наличия гордыни, лукавства, лицемерия и на соответствие его евангельскому завету. Я человек, и как все, наделен страстями, с которыми одному бороться сложно. Я бы с благодарностью выслушивал возможную критику. Также мы бы обсуждали ролики и других членов сообщества. При этом выход видео на наш сайт спорохристе.рф и во всеобщее обращение позиционировался бы уже не только от меня лично или от кого-то другого, но и как плод совместной аналитической работы нашего сообщества. Иисус говорил, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Это, впрочем, даст повод атеистам знать, что мы не разобщены, и общественные движения в поддержку Христа существуют и, главное, действуют. Совместными силами нам легче будет сделать сообщество популярным, а значит и семья Христа будет рассеиваться быстрее и на большей территории. Каждый из нас может внести свою посильную лепту в общую популяризацию сообщества, к примеру, грамотными комментариями, активными дискуссиями как внутри, так и снаружи сообщества, оставленной ссылкой на каком-либо форуме или обсуждаемой странице в интернете, оплаты стоимости рекламы сообщества на платных группах, на платных сайтах. Не исключено, что кто-то захочет поддержать. Вы можете помочь размещением ссылки на наши видео на собственном сайте. Поможете перепостом видео или лайки. Даже просто зарегистрировавшись в нашем сообществе вы первое, уже своим членством покажете, что группа неравнодушных ко Христу многочисленна. Второе, будете периодически получать отчеты нашей деятельности. И, возможно, когда у вас появится время, присоединитесь к нашей работе. Или просто зайдете, чтобы оценить и проголосовать за очередной готовящийся видеоответ атеистическому выпаду. Повторюсь, что любая посильная помощь от вас будет значимой. Вспомните притчу о двух лептах бедной вдовы. Сайт, наименование которого вы видите на экране, пока не существует. Его только предстоит создать через какое-то время после выхода этого видео. На нем будут отражаться видеоответы рубрики «Спор о Христе». Также открытая информация о деятельности нашего сообщества, ответы на вопросы наших зрителей, текущие планы. И в завершение. В Евангелии отражена вся суть человеческой природы, человеческой психологии. Это признают все, от простых людей до великих ученых и философов. И познакомившись с Евангелем, не обязательно быть пророком, чтобы предвидеть, что наша работа будет осуждаться со стороны враждебно настроенной к Богу заблуждающихся людей, что также будет отражено в соответствующих комментариях к роликам. Возможно, даже в грубой и цензурной форме. Прошу вас не обращать на это внимание. Не раздражаться. Помните, Иисуса даже распяли за Его проповеди. И прошу вас, поступайте, как поступал Христос. Смиренно молитесь за ваших обидчиков. Но не стойте в стороне, когда обижают других или издеваются над самым ценным, что у нас есть – верой. Заступайтесь и обличайте неправых, но только методами Иисуса. Повторюсь, если вы ознакомитесь полностью и внимательно со всем толкованием Евангелия, то вы поймете, что там есть ответы на любые спорные вопросы и получите непобедимое оружие в споре с людьми, способными к логическому мышлению. А если вы сталкиваетесь с людьми, лишенными всяческого разума, то поступайте, как заповедовал Иисус. Не мечите бисер перед свиньями. Однако и в том случае, если вы сталкиваетесь с полной неадекватностью, прошу вас не сердиться на таких людей и не смеяться над ними, как над слабоумными, а просто посочувствуйте им. И если это сочувствие будет искренним, то вы почувствуете тепло в своем сердце. Иисус учил побеждать зло добром, что многократно и блестяще демонстрировал собственным примером. Стараясь побеждать зло злом, мы становимся злыми и внутренне, и внешне, чего совершенно не должно быть присуще нашему сообществу. Помните, в споре нет победителей, в споре должна рождаться истина. Поэтому предлагаю общаться и быть подкованными и со стороны верующих, и со стороны атеистов. Ведь почему в спорах на религиозные темы атеисты часто берут в веру? Потому что они не знакомились с Евангелем. И верующий не знакомился с ним тоже. А вместе помнят только отрывки из него. И, следовательно, верующему можно наговорить все, что придет атеисту в голову. Если бы верующий знал Евангелие, то атеист был бы облечен. А если бы и атеист изучил Евангелие, то спора бы вообще не возникло. Был бы задушевный разговор. И еще очень важный момент. В служении Христу, а значит истине, чрезвычайно важно, чтобы мы были честны. Неверующие сразу же замечают ханжество и лицемерие. Мы должны говорить только о том, что знаем, во что верим и чему действительно посвящаем свою жизнь. Силу нашим словам придает скрытая за ними реальность. Напомню простую истину. Вытащить человека, увязшего в болоте, может лишь тот, кто стоит на твердой земле. Чтобы приводить к вере во Христа других людей, нужно самому узнать Христа. Уверяю вас, вы будете уверенно стоять на твердой земле, если внимательно познакомитесь с предложенным вам толкованием Евангелия. Друзья, если у вас есть вопросы по Евангелию, или вы хотели бы с моей помощью и с помощью моих единомышленников ответить на какой-то атеистический выпад, пишите мне пока в личную почту на Ютубе, а затем в сообщество. Присылайте ссылки на спорные видео, и мы вместе, если Бог удаст на все сил, подготовим видео-ответ. Искренне благодарю вас за то, что вы дослушали меня до конца. И буду счастлив, если для вас моя работа будет полезна. Я прощаюсь с вами и передаю слово Татьяне Снеженко, которая расскажет вам о том, в чем она видит смысл жизни. Мир вам! Мы в этой жизни Только гости Немного погостим И станем уходить Кто раньше, кто позднее Все Поначалу Было просто Чем дальше, тем трудней И жизнь летит быстрей И мы бежим за ней Как свеча Горяча Стекает струйкой воска Тихо Жизнь твоя И нет Пути Назад Никогда Не клянись Не обещай, что проживешь Как надо Жизнь Взгляни В судьбе В глаза Мы В жизнь Приходим По закону Всевластвующей судьбы На смену тем, кто был И тем, кто не успел Все Будет как Угодно Богу И может я спою Все то, что до меня Ушедший не допел Два пути Не пройти И от судьбы Как не старайся Не уйти И жизнь Возьмет Своё А назад Не смотри Не вспомни На свои ошибки На пути Иди И всё Пройдёт Нам Нам В жизни Так Бывает Больно Израненной Душой Стремимся К небесам Ища спасенья Там И И Можно Быть Судьбой Довольным Но Так и не понять Что есть Ты на земле Отдавшись В небеса А душа Улетит И всё Забудет Ну а Бог Ей всё Простит В любом Душа Легка Просто так Надо жить Чтоб не устала Радость И любовь Дарить Всем тем Кто здесь В гостях Просто так Надо жить Чтоб не устала Радость И любовь Дарить Тем Кто С тобой В гостях Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова